привет друзья сегодня разберем 12 вопросов на различные темы если вы готовы прокачать свой мозг тогда начинаем желаю вам удачи какой термин используется для описания перемещения водяного пара из почвы в атмосферу транспирация это движение воды из корневой системы через растения и выход в воздух в виде водяного пара этот выход происходит через устицы в растения на скорость испарения могут влиять такие факторы как тип растения тип почвы погодные условия и содержание воды а также методы выращивания какая горная вершина является самой высокой в мире гора эверест также известная как сагарматха в непале и чималунгма в тибете является самой высокой горной вершиной в мире высота которой составляет 8848 метров над уровнем моря она расположена в гималаях на границе непала и тибета какой термин используется для описания силы которые удерживают планеты на орбите вокруг солнца гравитация это сила которая удерживает планеты на орбите вокруг солнца это универсальная сила которая действует между всеми массами во вселенной сила гравитации зависит от массы объектов и расстояние между ними чем ближе объекты друг к другу тем сильнее сила притяжения между ними сила гравитации удерживает планеты на орбите вокруг солнца, а также заставляет предметы падать на землю. Как вы думаете, у кого больше костей, у взрослых или у младенцев? У новорожденного примерно на 100 косточек больше, чем у взрослого человека. Дело в том, что некоторые кости по структуре скорее напоминают хрящ. По мере роста хрящикостенеют, и их структура меняется. В этом процессе кости срастаются, формируя скелет взрослого человека. Это касается не только скелета тела. Череп новорожденного также разделен на отдельные кости, обеспечивающие прохождение головы по родовым путям. Какой термин используется для описания процесса, в ходе которого твёрдое вещество превращается непосредственно в газ? Сублимация. Это процесс, при котором твёрдое вещество превращается непосредственно в газ, минуя стадию жидкости. Это может произойти из-за добавления тепловой энергии, в результате чего твёрдое вещество приобретает достаточной энергии, чтобы выйти в воздух в виде газа. Примерами веществ, которые могут подвергаться сублимации, являются сухой лёд, твёрдый диоксид углерода и нафталин, нафталиновые шарики. Какая самая маленькая страна в мире по площади? Ватикан — это независимый город-государство, расположенный в Риме, Италия. Здесь находится штаб-квартира Римско-католической церкви, а его площадь составляет всего 0,44 км2, кто делает его самой маленькой страной в мире по площади. Какой термин используется для описания процесса преобразования газообразного азота в воздухе в форму, которая может быть использована растениями? Фиксация азота — это процесс, при котором атмосферный азот, Н2, преобразуется в форму, которая может быть использована растениями, например, в аммиак, аняч-3 или нитраты, ноутри. Этот процесс осуществляется определенными бактериями в почве, включая резубии, которые живут в симбиотических отношениях с растениями, такими как бобовые или под воздействием удара молния. После фиксации азот может быть поглощен растениями и использован для производства аминокислот, нуклеиновых кислот и других важных соединений. Какой город является столицей Австралии? Канбера — столица Австралии, расположенная на австралийской столичной территории. Это резиденция правительства Австралии, где расположены многие важнейшие политические и культурные учреждения страны. Какой термин используется для описания процесса, в ходе которого вода превращается из жидкости в газ? Испарение — это процесс, в результате которого вода превращается из жидкости в газ. Это может произойти из-за добавления тепловой энергии, в результате чего молекулы воды получают достаточной энергии, чтобы улетучиться в воздух в виде водяного пара. Испарение является важным компонентом круговорота воды, поскольку оно позволяет воде перемещаться с поверхности земли в атмосферу. Кто написал оперу «Сивильский цирюльник»? «Сивильский цирюльник» — опера итальянского композитора Джаккина Рассини. Она была впервые исполнена в 1816 году и является одной из самых популярных опер в мире. Произведение пленяет остроумием, виртуозными вокальными партиями и неожиданными сюжетными поворотами, присущими традиционной оперной стилистике Италии. Опера насыщена забавными приключениями, интригами и эмоциями, а музыка полна изящества, свежести и стремительной темпераментности. Чем примечателен остров Северный Сентинел? Северный Сентинельский остров является родиной и местом проживания сентинельцев, аборигенов, отвергающих любые контакты с людьми вне своей цивилизации. Их количество в настоящее время оценивается приблизительно между 15 и 40 человек. Местные власти сообщили о подсутствии намерений вмешиваться в жизнь сентинельцев и их среду обитания из-за опасности внесения болезней, от которых у сентинельцев нет иммунитета. Правительство Индии запрещает приближаться и высаживаться на остров. Индийские пограничные катера периодически патрулируют прибрежные воды острова для предотвращения проникновения посторонних. Какой английский король получил прозвище «Львиное сердце»? Образ английского короля Ричарда I «Львиное сердце» овеен ореолом романтики и смелости. Его имя часто упоминалось в средневековом эпосе как героя легенд и романов. Но если обратиться к истории, то все оказывается не так уж радужно. Да, и прозвище «Львиное сердце» король получил отнюдь не за выдающуюся храбрость, а за невероятную проявленную жестокость. Во время третьего крестового похода Ричард I захватил город Акру и распорядился лишить жизни 2700 пленных. Если вам понравился наш выпуск, ставьте пальчики вверх, делитесь этим видео с друзьями, пусть и они прокачают свой мозг. До новых встреч!